Девушки отдыхают И зеленый лук. Больше ничего не нужно. Нет, ну нужно еще много чего-то. Так, сначала, вот, сначала у меня здесь, я заранее нарезала морковочки. Видишь, вот такой вот соломкой. Морковь нужно постараться нарезать как можно тоньше. Настолько тонко, насколько ты можешь. Взять морковочку и приготовить для нее заправку. Для заправки тебе нужно 250 миллилитров воды. Две чайные ложки коричневого сахара. Так. Одна чайная ложка уксуса. А что у тебя за уксус такой? Это рисовый уксус. Рисовый уксус, который, потому что так как салат этот у меня вьетнамский, то ингредиенты, понимаешь, морковка, в принципе, растет по всей планете. Ну, может, в Африке где-нибудь, в Сахаре она не растет. Но что делает морковку вьетнамской морковкой? Именно присутствие вьетнамских ароматов. А вьетнамские ароматы это что? Рисовый уксус, рыбный соус. Я тебе сейчас покажу такую гениальную вещь. Так. В общем, вот это у меня получилась заправка для морковки. Не заправка, а такой маринад. Так. Оставляем морковку мариноваться. Точно так же. Помытые огурчики. Нарезаешь так же тонко, такой же соломкой. Один из способов, как нарезать быстро, тонко, ты разрезаешь огурец вот так вдоль. Видишь? И потом режешь по диагонали. Тогда они у тебя получаются длинненькие и тоненькие. Видишь, как они сразу отскакивают замечательно. Вьетнамские салаты такая сборная вещь. Понимаешь, главным в вьетнамском салате является салатный лист. Вот ты берешь то, что у нас называется айсберг. Выбросить обязательно верхние листы, они всегда подвявшие бывают. Вот в этот лист ты заворачиваешь потом ингредиенты. Вот тебе этот айсберг нужно разобрать на несколько вот таких листиков, которые как бы из себя представляют лепешечки. В армянской кухне заворачивается так в лаваш все. А во Вьетнаме они заворачивают все в листья травы. Серьезно. Гораздо полезнее. Именно поэтому во Вьетнаме нет толстых людей, потому что они не едят ни хлеба, ни сливочного масла, никакого молока. У них нет коров. Там слишком жарко для коров. Что там поживают наши? О, красота! Все карамелизируется. Класс. Так. Дальше. Значит, мы разбираем айсберг. Теперь заправка для этого салата очень интересная, потому что она готовится на основе рыбного соуса. Ты знаешь, что такое рыбный соус? Рыбный соус на всех площадях, во всех городах и деревнях Вьетнама висит такой огромный мешок. И в этом мешке лежит гнилая рыба. Под мешком стоит таз. И в таз этот сок рыбы под солнцем гниет от влажности и от солнца. И капает сок через мешок. Вот это и есть этот соус. Зачем он пахнет? Он пахнет рыбой гнилой. Понюхай. Сок половины лайма. Что интересная у них вообще вьетнамская кухня? Очень интересная. Очень. Очень вкусная, очень легкая. Особенно я люблю все, что касается такой рисовой бумаги. Знаешь, у них есть такая... Ой, чуть не забыла. Подожди, мне же еще нужно макароны облить кипятком. Так. Кипяток у меня есть. Макароны во Вьетнаме, как и в Италии, как это ни странно, могут быть частью салата. Такой же равноправной, как огурец или морковка. Такие целлофановые называемые макароны нужно залить кипятком. Кипятком оставить на пять минут и потом обязательно промыть холодной водой. Так. Так, оставили, забыли. Теперь сюда четыре столовые ложки рыбного соуса. Раз. Два. Три. Четыре. Кладкий соус. Куда его еще можно добавлять? Ой, как пахнет. Ты знаешь, вот он слаймом. С лаймом. Дальше сюда же коричневый сахар. Две чайные ложки. Пусть он стоит и растворяется. Нет, ну это добавляется... Рыбный соус добавляется, конечно, исключительно только в блюда азиатской кухни какой-нибудь. Китайской или вьетнамской, тайской. Так, сахар растворяется. Теперь перец чили. Это тоже нам нужно для соуса, для заправки к этому салату. Режешь мелко. Такими вот. Без семян, чтобы он был острый, но не вырви глаз. Тебе нужна где-то чайная ложка перца чили. Имбирь. Какой Вьетнам у нас без имбиря? Ты знаешь, пришла к выводу, очень долгое время пыталась сохранить все вот эти корешки, срезать так, чтобы обойти их, и поняла, это не экономия. Это самоубийство. Потому что тут ровно 3 грамма имбиря, а времени на то, чтобы их сохранить, уходит масса. И все равно самое вкусное находится в этом толстом корне, а не в этих маленьких отросточках. Тебе нужна тоже чайная ложка натертого имбиря. Есть. Замечательно. И еще здесь не хватает одной маленькой детали. Чесночка. Одна долька чеснока в чеснокодавку. Такой ядреный соус получается. Конечно, ядреный. Но вообще, вообще азиатская кухня, она острая. Она острая. Ну, ты знаешь, вот, например, есть еще одна версия, почему кухня такая острая? Потому что такая острая пища убивает микробов. Ага. Серьезно, конечно. А там все-таки жизнь. Там жарко, да? И микробы, это для них самое благоприятное условие, чтобы размножаться. А когда ты все заедаешь таким острым соусом, он все убивает, всех микробов. Так, для салата нам осталось только порезать зеленый лук, который вот эти вот вялые кончики ты выбрасываешь, они тебе не нужны. А сам лук ты берешь и вот прямо буквально каждую режешь вот такими длинненькими перышками. Так, есть. Вот теперь смотри, в чем смысл салата? Макароны нужно смыть. И теперь, собственно, мой вьетнамский салат. Смотри. Ты берешь лист айсберга, кладешь сюда огурчики, зеленый лук, морковка, немножко макарончиков. Ай! Макарончики упали. Немножко макарончиков. Поливаешь сверху заправкой. Вот так. Внутри. Заворачиваешь и ешь. Попробуй-ка. Ну-ка. Моя еда. Я знала, что тебе понравится.